МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Янтарная переквалификация. Как бывшему запрокурору Ривненской области после года в СИЗО удалось выйти на свободу. Возможно ли эпидемия? За последние две недели в стране 10 случаев заболевания бутулизмом. Соворотки по-прежнему нет, а запрет на продажу вяленой рыбы ввели в столице и в Запорожской области. Но, как выяснили наши корреспонденты, действует он только на бумаге. Кто контролирует продажу, кто оценивает безопасность продукта и, наконец, что делать заболевшим? При этих вопросах чиновники словно играют в молчанку, в том числе и глава Минздрава. Неприятную тему о спасительных закупках Ульяна Супрун упорно игнорирует. А пока родственники заболевших платят десятки тысяч за медикаменты, чтобы спасти жизни своих близких. Сыворотки нет в стране. Мы чуть не потеряли ее. В областной инфекционной больнице родные пострадавших едва сдерживают гнев. Пенсионерка говорит, чтобы спасти племянницу, отсутствующую в Украине сыворотку заказывали через интернет. На лекарства потратили почти 50 тысяч гривен. Нам из Киева передавали лекарства, потому что нужен был норадреналин. Нет норадреналина. У нее была остановка сердца, остановка дыхания. Руки, ноги у молодой женщины. В реанимацию жительница Днепрородного попала еще 30 мая. Дома съела вяленую рыбу. И вот сегодня из областной инфекционной больницы ее переводят в районную. Если бы не это сыворотка, я не знаю, как у меня дети достали. Мне тоже не было. Не могу листить. А вот сколько дней в этой реанимации пробудут еще трое больных ботулизмом, врачи прогнозировать не берутся. Только констатируют, состояние стабильное. Сыворотку от ботулизма им вкололи. Но вот кто достал ее и где, не говорят. Проблема с приобретением сыворотки существует. Но ее не моя компетенция комментировать. И решать это тоже не в моей компетенции. Я знаю, что больные получили то, что им положено получить. И благодаря этому они сегодня живы. Ботулизмом в области с начала лета заболели 5 человек. И в сирене, говорят медики, ели вяленую рыбу. К слову, ограничений по ее продаже в городе даже после этого случая не ввели. Торгуют даже рядом с инфекционной больницей. И сертификатов не показывают. Не, у нас начальство с начальством развариваете. У начальства все, да. Тем временем в областном управлении Госпродпотребслужбы уверяют, уже создана спецкомиссия, которая проверит все точки продажи вяленой рыбы. Можно так сказать, работа начата, прекращаться пока не будет. Правда, откуда поступила зараженная ботулизмом рыба, пока не знают. А вот в Главном управлении Госпродпотребслужбы отмечают, инфекция могла попасть в готовую продукцию из-за невозможности проверить производителя. В законе о основных принципах качества безопасности продуктов питания прописан принцип прослеживаемости. Но некоторые позиции, которые делают его обязательным, входят в действия только 19 сентября этого года. Для маленьких предприятий, кстати, таких, какие сегодня произвели некачественную продукцию, только 19 сентября 2018 года. А значит, от ботулизма в Украине не застрахован никто. И даже несмотря на летальные случаи, продажа сезонного деликатеса вяленой рыбы идет полным ходом. Например, в той же столице, невзирая на запрет Госпотребслужбы, ее убрали далеко не со всех прилавков магазинов. Новостей от Минздрава о закупке сыворотки как не было, так и нет. Когда же журналисты пытались выяснить это лично у Ульяны Супрун, напомню, она обвинила их в неэтичном поведении. Сергей Бордюжа, Юлия Жишко, Игорь Воробей, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. В Ривненской области старатели продолжают незаконно добывать янтарь, а правоохранители их задерживать. Сегодня в областном управлении по защите экономики отчитались. Разоблачили группу, которая занималась нелегальной добычей янтаря. Входили в нее 12 человек. Организаторами были двое жителей Дубровицкого района, которые наняли шесть старателей. Безопасность бригады обеспечивали работники лесной охраны. Правоохранители провели обыски по месту жительства и на складах. В одном из помещений наткнулись на подпольный цех по обработке камня. Обнаружили также тысячу долларов в килограмм обработанного янтаря и десять сырцам. Нашли и все необходимое для добычи. Мотопомпы, буры и пожарные рукава. Изъято имущество на сумму миллион гривен. И сегодня же в Киеве два самых известных фигуранта янтарных уголовных дел вносили залог, чтобы выйти на свободу. Это бывший зампрокурора Ривненской области Андрей Боровик и бывший прокурор Сарнинского района Вадим Топольский, который выложил почти 700 тысяч гривен. Подробнее Александр Васильченко. Адвокаты бывшего зампрокурора Ривненской области Андрея Боровика, которого обвиняют в крышевании янтарной мафии возле Лукьяновского СИЗО, появились во второй половине дня. Из собственных источников нам удалось узнать. Экспрокурора выпустили под залог 1 миллион гривен. Информацию о том, что Боровика освобождают, не афишировали. Поэтому присутствие журналистов защиту удивило. Общались с прессой адвокаты неохотно сумму залога обнародовать. Отказались. Дело против своего клиента называют сфабрикованным. В СИЗО Боровик находился практически год. И вот только сейчас, говорят адвокаты, появилась возможность изменить меру пресечения. Была неправильно вызначена квалификация злочинів, по яким обвинувався Боровик. Тому за криминально-процентльным законодавством не было возможности заставить. Суд починает розгляд справок по сути. Забирали Боровика на дорогой иномарке. Адвокаты делали все возможное, чтобы клиент избежал общения с прессой. Поэтому машину поставили у самого входа в СИЗО. Экспрокурор общаться отказался. Слазь на плохое самочувствие. Сегодня просто буквально спидкапельница. Я дам всем журналистам в дуже велике интервью. А скажемо, что за вас за 100 млн грн внесено? Ну вы журналисты, вы все знают. В ГПО официальное освобождение Боровика под залог пока не комментируют. Напомню, экс-заместителя прокурора Ривненской области Андрея Боровика задержали 4 июля прошлого года. Ему инкриминировали организацию преступной группы, которая занималась хищением изъятого янтаря. Позже обвинения против Боровика переквалифицировали. По делу он проходит как соорганизатор. Кроме зампрокурора силовики задержали еще 32 человека, которых обвинили в крышевании нелегальной добычи солнечного камня. Среди них сотрудники прокуратуры, СБУ, нацполиции и районные чиновники. Во время операции силовики провели 123 обыска. У подозреваемых изъяли черную бухгалтерию, схемы распределения денег, офисную технику, оружие и почти полторы тонны янтаря. Александр Васильченко, Даниэль Косаковский, Евгений Пахальчук. Подробности телеканал Интер. Уцененная свобода. Чиновнику в Закарпатье суд сократил сумму залога почти в 10 раз. Речь идет о мэре Чопа, которого задержали 2 недели назад при получении взятки. Почему судьи вдруг пожалели обвиняемого? Все подробности расскажет Марина Коваль. В зале апелляционного суда Закарпатской области яблоку негде упасть. Здесь десятки чопских активистов с плакатами в поддержку задержанного мэра. Валерия Самардыка заводит под конвоем. В группе поддержки и высокопоставленные чиновники. Губернатор Закарпатия, глава облсовета и народный депутат. Все однопартийцы задержанного мэра. Члены партии Блок Петра Порошенко «Солидарность». Геннадий Маскаль уверяет, это вовсе не давление на суд. Чем я тисну? Чем? Подивиться на меня. Я не могу даже больше 5 килограмм поднять. До меня пришло жителей ЧОПа. Ну, было... Я не раховал, но человек 300-400 было. То как я мог это все проигноровать? Их соратника задержали 30 мая вместе с депутатом горсовета и архитектором ЧОПа. Те якобы требовали у предпринимателя более 3000 долларов взятки в обмен на разрешение поставить в центре города ларьки. Ужгородский суд по требованию прокуратуры отправил ЧОПского городоначальника под стражу на 2 месяца. Правда, с возможностью выйти из СИЗО под залог в миллион гривен. Самордак объявил голодовку и стал оспаривать решение. Это политический заказ. Я все больше и больше прихожу к той мысли, что это не просто провокация. Это глубоко спланированная акция. А стоят за ней политические оппоненты Валерия Самордака добавляют в группе поддержки. Геннадий Москаль рассказывает, предприниматель, который якобы давал взятку, это подставное лицо. Ранее мужчина был осужден в России за финансовые махинации и находится там в розыске. По наших данных, на территории Закарпатской области, он использовался 30 раз. Для дачи взяток. На криминальном сленге, я еще раз скажу, это называется торпеда. Это такие люди, которые живут за счет милиции. То есть, если это человек представлен, то тогда мы возьмем обвинение. Вы понимаете правильно. Если человек предлагает обвинение, то она должна от него отмазаться. Все, крапка. На заседании адвокаты Самордака просили отпустить его на поруки нардепа Роберта Горвата. Ходатайство суд не удовлетворил, но уменьшил сумму залога с миллиона до 128 тысяч гривен. Деньги тут же внес неизвестный предприниматель. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. А судьи кто? По закону еще в марте должны были приступить к работе 120 новых судей Верховного суда. Но конкурс все еще продолжается. К отбору претендентов причастен и Общественный совет добросовестности. Вот только насколько добросовестны члены этой организации. К их работе все больше вопросов. Продолжат наши корреспонденты. Скандал за скандалом. Не успел конкурс в Верховный суд закончиться, как его результаты уже оспаривают. Завтра в Высшем админсуде будут рассматривать иск к Высшей квалификационной комиссии о незаконном допущении к следующему этапу конкурса почти 300 кандидатов из-за непроходного балла профэкзамена. А пока у судейского сообщества накопилось много вопросов и к Общественному совету добросовестности. Он в конкурсе тоже играет важную роль. От решения совета зависит судьба кандидата. Наложить вето на вердикт может только Высшая квалификационная комиссия. Но вот вопрос, какими критериями руководствуется Совет добросовестности. Критерии добросовестности судов так ця Рада практически и не выработала. То есть, для меня абсолютно очевидно, что нет другого подхода, и это уже проявляется в ходе работы. Очевидно, что могут быть и политические, могут быть и коррупционные, могут быть и личностные какие-то риски. Это не выключено при том, когда не выработано общих принципов и засад о работе этой Рады. О том, что по прошествии 8 месяцев работы Совета добросовестности, так и не разработаны критерии отбора, указывают и в Совете Европы. Там на днях обнародовали вывод о его регламенте. Так как же оценивают кандидатов? Действующие судьи уверяют на основе публикаций в СМИ. Иногда сомнительных и непроверенных. Когда идет сейчас избрание какого-то кандидата и рассматривалась его кандидатура на Совете Доброчестности, буквально за пару дней появлялась в каком-либо издании негативная информация. Такие странные совпадения вызывают у нас подозрение о том, что, возможно, где-то кто-то был заинтересован в том, чтобы непосредственно эта фейковая новость легла в основу будущего вывода. Адвокаты говорят, есть и другие критерии, выдуманные буквально на ходу членами Совета. Они же анкеты сделали. Кто у вас был коммунистом? Кто у вас в КГБ работал? Это маразм. Титыч, это уму непостижимо, сказал, что все судьи высшего хозяйственного суда недобропорядочные, потому что они не дают показаний, которые их бы обвиняли в связи с судьей Емельяновым. Это сказал адвокат. Адвокат требовал от судей обвинительных показаний против самих себя. Вы услышите этот бред. Это правовое безумие. Речь о деле про возможное вмешательство в работу системы распределения судей. Вот этот фрагмент собеседования. Все эти судьи формально дают показы, которые отвечают на вопросы следствия. Одночас они не дают выкривающих показаний, что до себя, причетных до указанных действий оси, ни чем-то не поясняют, таким чему не сприяют раскрытию злочиня, установленную объективной истины в криминальном управлении. Это, я думаю, важно принять внимание в частности доброчестности, поведения доброчестности. Кроме того, в юридическом сообществе недоумевают, как совет может оценивать декларации кандидатов. Каждое заключение, оно в принципе там на одну-две странички, а четыре, и в основном там анализируется декларация. Ты кто такой? Ты каким образом имеешь отношение к декларации? Ну если у НЗК, у компетентного органа нет вопросов к декларации. Нельзя оперировать тем, что не можешь доказать. Это же не бабка на базаре, а они превратились в сборище сплетников. Они подрывают весь смысл реформы. Потому что мы видим, что по сути руками общественного совета доброчестности происходит попытка пролоббировать определенных судей, определенных людей непосредственно в будущий Верховный суд. Интересно и то, кто среди членов совета добросовестности. Это уже тема нашего следующего материала. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Разобраться со скандальными назначениями в госслужбу геологии и недр требуют гражданские активисты от правоохранителей. И называют это не иначе, как захватом. Напомню, 25 мая в здание службы ворвались неизвестные. Вместе с ними временно исполняющие обязанности главы госслужбы Олег Кирилюк и его зам Николай Фащий. По словам активистов, новых чиновников Кабмин назначил вопреки решению суда и без конкурса. Более того, Фащий – фигурант уголовного дела. От правительства требует немедленно провести конкурс и избрать законных руководителей. По пану Кирилюку, ну, перш за все, у меня, скажемо, виникают питания таки. Людина, яка практически не мает дотику до геологических служб, яка працювала в будівельной инспекции, вона, ну, за своими якостями не може очолювати такий орган. По тем диям, які зараз відбуваються, видно, що хтось дуже хоче самих цих людей поставити саме на всі посади. Подробності следят за развитием цією теми. Більше назначення в госслужбі геології НЕДР і о том, кому вони можуть бути вигодни в нашому завтрашній выпускі. Завершить антитеррористическую операцию на Донбассі і виробітати новий формат защиты країни від гібридной війни з Росією. Об'том заявив секретарі СНБУ Александр Турчинов. Военна операция, по його мнению, переросла масштаби АТО. Поэтому, уверяє Турчинов, нужно признать території Луганської та Донецької областей оккупированными і разработати госполитику по їх освобождению. В то же время Турчинов не упомянула подготовки соответствующих документів. В частности, Народним фронтом, членом которого является. А поскольку до парламентських каникул около місяця, заявление більше похоже на политический популизм. Пока же политики упражняются в риторике. В зоне АТО не прекращается огонь. За последние сутки боевики осуществили 16 обстрелов. Один із наших бойців получив ранение. На передовой побывала Ірина Баглай. Были обстрелы вечером... Около 7 часів? Да, около 7 часів. Мы в день гуляли на ровеснике. Я слышала, как разрывался снаряд в воздухе. Где там близко? Потом осколки пролетели в дерево. И в машину пролетело осколки. Жителям этого дома и людям, которые прогуливались в сквере, просто повезло. Основной удар пришелся по яблони в нескольких метрах от подъезда. А мальчиков, которые, как и сегодня, играли неподалеку, вовремя позвали домой мамы. Я побежал сразу в коридор со своей сестру и мальчиками. Это же промзона за Авдеевкой. Отсюда до укреплений боевиков десятки метров. И как вражеские танки из ангаров бывшего рынка Господарочка отстреляли полный боекомплект, наши пехотинцы зафиксировали без труда. Откривали огонь наемники также из самоходных артустановок. Они бьют из Донецка, там, с Есеноватою, туда. Но там житловые домики, я так понимаю. Ну, так выезжают, ставлюют арту свою. То, что знают, то, что ответки не дамо, то, что житловые кварталы. Это же они вставляются. А с чего? Автомат. Вогет. С подствольника. То ли эхо отпразднования Дня России, то ли провокационные обстрелы. Но, как видите, боевики и днем ведут огонь по нашим позициям. Там, где еще накануне мы передвигались в полный рост, теперь приходится на корточках быстро забегать в свежевырытый окоп в изрытом минами асфальте. Ну, не дают вам закопаться в оцю 100-метровочку. Походу, безпилотник их пройшел, побачив, что мы тут работаем, и начинают мины кидать периодически. То есть, нет такого, что там, вот стрелялися и все. То есть, может одну кинуть через 15-10 минут, и еще может кинуть. Вражеские беспилотники для наших военных уже как маячок. Боевики по ним корректируют свой огонь. Но и в небе врага пехотинцам удается нейтрализовать. Недавно сбили один вражеский дрон. Падают. Что падают? Логи. Так как раз не нужно месить. Либо заходите. Чем ближе к крайним позициям, тем калибр меньше. Но больше шансов оказаться на прицеле у вражеского снайпера. Только что был. СВДшник стрелял. Еще стрелял с какой-то снайперской винтовкой. Но беззвучно. Автоматчик где-то работал. Вот совсем рядышком метро. 50-70. ВОК-25. Постойный. И либо АКМ, либо АК. Вот вам и тишина. Называется саморамка. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. С апреля 2014-го военные действия на Донбассе унесли жизни свыше 10 тысяч человек. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Почти 3 тысячи погибших мирные жители. Еще 24 тысячи пострадали. Полтора миллиона человек выехали из опасной зоны в другие регионы Украины. Три миллиона остались на временно оккупированных территориях. В докладе ООН особо отметили социально-экономические ограничения для людей, которые остались в зоне АТО, а также новые случаи насилия, пыток и похищения людей боевиками. Затронули в докладе и тему трагедии 2 мая в Одессе. И призвали как можно быстрее расследовать те события. Расследования, связанные с инцидентом в Одессе, были затянуты. Мы призываем власть обеспечить эффективные расследования, которые должны проводиться без задержек. А также настаиваем на соблюдении международных стандартов по правам человека. Убитому во время революции достоинства белорусу Михаилу Жизневскому президент Украины посмертно присвоил звание Героя Украины. Сегодня Петр Порошенко встретился с родителями погибшего парня и вручил им звезду Героя. Михаил Жизневский стал первым иностранцем, который удостоился наивысшей госнаграды. Напомню, Жизневский был убит 22 января 2014-го. На улице Грушевского его застрелил снайпер. Своё життя поклав за свободу. Для нас Михаил не ею наземец. Для нас Михаил ею украинцем души. И мне надзвучайно приятно, что сегодня до славной когорты украинцев, которые носят высокие звания Героя Украины, приедусь ваш сын. Вокруг Крыма на карте сегодня сразу несколько конфликтов. Отрезали полуостров от территории Украины в Казахстане на арт-объекте одного из фестивалей и в Польше на сайте одного из местных радио. Назвали Крым российским и статья британского издания Daily Mail. Украинские дипломаты потребовали опровержения и официальная Астана уже извинилась. Реакции британского и польского СМИ пока нет. Стрельба в Германии. Несколько человек получили тяжелое ранение в результате инцидента на вокзале в пригороде Мюнхена. Подробнее Татьяна Лугунова. Инцидент произошел на станции Унтерфюринг в пригороде Мюнхена. Очевидцы рассказывают, мужчина, который на платформе ждал городскую электричку, ни с того ни с сего начал ругаться с другими пассажирами. Ссора переросла в драку и люди вызвали полицию. Когда прибыл патруль и попросил предъявить документы, агрессивно настроенный мужчина попытался толкнуть одного из полицейских под прибывающий поезд. Правоохранители решили его скрутить. Возникла потасовка. Преступнику удалось выхватить табельное оружие у одного из полицейских и выстрелить. Женщина-полисмен получила серьезные ранения и сейчас находится в больнице Мюнхена. Пуля попала в голову, полицейская в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. В больнице и стрелок, чтобы остановить преступника, правоохранителям пришлось стрелять в ответ. Полицейские тоже выстрелили. Попали и обезвредили нападавшего. Этот человек сейчас в больнице, но его жизни ничего не угрожает. В ближайшее время мужчину допросят. Известно, что стрелку 37 лет, жил он в Мюнхене, но вот мотив его действий пока непонятен. Полиция, впрочем, уже сообщила, версию теракта не рассматривают. Дескать, политических причин, либо религиозных мотивов у задержанного не было. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Процесс пошел. Еврокомиссия сообщила о введении мер против стран Вашеградской четверки, которые отказываются принимать мигрантов. Венгрия, Польша и Чехия попали под так называемую процедуру заморозки. Грозит ли раскол западной и восточной части Евросоюза? С подробностями Елена Абрамович. Для него эти несколько дней были весьма непростыми, признался еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. И рассказал журналистам о решении, к которому пришла Еврокомиссия. Наказать тех, кто не выполняет решение Евросоюза о распределении мигрантов. Размещение мигрантов это не выбор, это не только моральный шаг, а законное решение, принятое коллективно, с правовыми обязательствами. И выполнять его нужно коллективно, без исключений. Мы много говорили, и теперь пришло время действовать. Мне жаль, но мы решили запустить процедуру заморозки против Чехии, Венгрии и Польши. Страны Вышеградской четверки, согласно квотам, должны были принять 11 тысяч беженцев, а приняли всего 28 человек. Словакия из них забрала 16 и не попала под санкции. Чехия 12, но ее накажут, так как на прошлой неделе правительство страны заявило, что больше не хочет иметь дело с мигрантскими квотами. Страны Вышеградской четверки одна за другой идут в Европейский суд, так как уверены, решение ЕС подрывает внутреннюю безопасность государств. У нас есть все аргументы, и мы руководствуемся здравым смыслом, в отличие от наших партнеров из других стран, которые демонстрируют идеологическую неуверенность. Никакой угрозы мигранты не несут, так как до распределения проходят проверку, и у них снимают отпечатки пальцев, заверили в Еврокомиссии. Но для четверки это не аргументы. Более того, венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Брюссель в пособничестве терроризму. Впрочем, разговор между Будапештом и Брюсселем напряженный уже давно. Еще в марте Орбан призвал граждан остановить Евросоюз и начал строить заборы на границах омигрантов, селить в закрытые лагеря. В ответ его грозились исключить из Европейской народной партии самой влиятельной политсилы в ЕС, а Европарламент проголосовал за санкции против Венгрии. Недопонимание также между Брюсселем и Варшавой, которая с одной стороны против так называемой политики разных скоростей, а с другой не хочет разделять обязательства. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, Брюссель. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Возможное участие Украины в формировании газового коридора с Хорватией и Венгрией обсуждал украинский премьер со своим хорватским коллегой. Киев готов участвовать в проекте, заявил Владимир Гройсман. К тому же, помимо поставок топлива, коридор предполагает потенциальное объединение газотранспортных систем трех стран. Владимир Гройсман, второй день с рабочим визитом в Хорватии. Прибыл вчера бортом Ан-148. Встретился с президентом страны, премьером и главой хорватского САБРа. Обсудил с ними вопросы двустороннего сотрудничества и принял участие в работе бизнес-корума. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. У кого и что искали? Зачем ГПУ нагрянуло в Укрзалезницу, а СБУ в торговый центр? В поиске друзей на какие соглашения вынуждены найти Тереза Мэй, чтобы сохранить власть? Очередной приватовский скандал. В Киеве разоблачили преступную группу бывших сотрудников банка. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. По словам правоохранителей, экс-банкиры организовали целую схему вывода денег. Для этого мошенники приобрели ряд фиктивных предприятий, которым выдавали посттерминалы. Фальшивые компании проводили сделки, якобы обслуживая клиентов. Но после зачисления денег на счета, экс-приватовцы сами обналичивали их, снимая в банкоматах. Следователи прокуратуры провели уже 14 обысков в домах мошенников. Изъяли около 100 банковских карт и 240 тысяч гривен наличными. Троим задержанным готовят подозрения. Напомню, скандалы и целый ряд расследований сопровождают Приватбанк с момента его национализации. Например, следователи выяснили, что ранее финночреждение выдало кредиты почти трем десяткам фиктивных фирм из Харькова. Сумма займов превысила миллиард долларов. ГПУ обыскивает Укрзалезницу из-за масштабных хищений. Обыски проводят у одного из начальников локомотивного хозяйства. По данным прокуратуры, чиновник нанес государству ущерб на сумму 12 миллионов гривен. Он использовал свои полномочия в пользу третьего лица, а именно закупил продукцию ненадлежащего качества. В ГПУ фамилию подозреваемого пока не называют. И столичный бизнес-центр Булливер сегодня утром тоже нагрянули с обыском, но уже сотрудники СБУ и фискалы. Что искали и у кого, официальных комментариев пока нет. В СМИ вначале связывали визит силовиков с возможными проверками в офисе международной IT-компании «Сиклум». Но последнее это опровергли. Представитель администрации бизнес-центра также не уточнил причину обысков. Они пришли десь приблизно в 10-й године ранку, представились співробітниками податковой службы и службы безопасности Украины. Потом уже объяснилось, что были представители полиции, предъявили ухвалу про проведение обшуков в одном из помещений. Это помещение належит нашему арендареву на правах аренды. И эти помещения он сдает еще в соборенду. Это офисное помещение, насколько мне известно. Работники Северодонецкого Азота вместе с профсоюзами обещают протесты в столице. Сейчас предприятие простаивает. Долги по зарплате превышают 100 миллионов гривен. Но перед походом на Киев решили все же наладить диалог с Кабмином. Нардеп Сергей Каплин на встрече с Азотовцами предложил создать правительственно-профсоюзную группу при участии трудового коллектива, чтобы спасти крупнейшее индустриальное предприятие на подконтрольной части Луганской области. Я хочу встретиться с трудовым коллективом. Я хочу доложить о первом этапе работы в рамках правительства Остхем профсоюзы. И я хочу, чтобы у нас с трудовым коллективом сформировалось зампонимание. И понимание того, что завтра труба не задымит. Предприятие убивалось в течение двух лет. Отрасль убивалась в течение двух лет. Четырех. Но наша задача в самые кратчайшие сроки, в самые кратчайшие сроки дать людям деньги, понимаете, деньги, вернуть им заработную плату. Миллионный гривен мимо кассы. Точнее, мимо карманов украинских музыкантов. Все из-за непрозрачного распределения сбора, предназначенного для них в качестве роялти. Кто собирает, сколько и где теряются эти деньги, выясняла Ирина Романова. Знаете ли вы, что покупая мобильный телефон, телевизор или видеомагнитофон, вы автоматически поддерживаете музыкантов? Ведь по закону импортеры и производители звукозаписывающих устройств должны оплачивать сбор, который идет на оплату роялти авторов песен и музыки. Постановление это подписал еще Азаров в 2003-м. Казалось бы, певцы и композиторы за 14 лет могли озолотиться. Ведь по данным импортеров, речь идет о миллионах гривен в год. Порядка 5-6 миллионов они собирают в год всех импортеров. Но, как я уже говорю, и то, что мы с управлением обычно, это намного больше. То есть они с одного импортера могут требовать или собирать порядка полтора миллиона. Сбор, о котором идет речь, это не налог. В казну деньги не поступают, объясняет экономист Илья Нисходовский. Импортеры и производители платят его посредникам, организациям, уполномоченным Минобразования Табачника, а те уже распределяют средства авторам. У нас есть две организации, которые внесены в реестр уполноваженных организаций авторских прав. Украинский Музыческий Альянс, а вторая Украинская Асоциация Авторских Прав. Фактически, вопросом сбора этих денег занимается Украинская Асоциация Авторских Прав. Эти организации не дают никаких звездов ни до органов статистики, ни до уполноваженного органа. Как они распределяют эти деньги, в принципе, неведомо. Продюсер Александр Ягольник говорит, денег от этого сбора многие артисты в глаза не видели. По одной причине они шли в другие карманы. Это все создавал Дмитро Табачник, который на том добре знался. И он сделал все, чтобы все эти деньги ховались. Были те люди, которые 14 лет на этом струмочке сидели. И Дмитрию Табачнику отстегивали деньги. Не видел и роялти, и композитор Владимир Быстряков. Я получил какие-то копейки, по сути дела, из нашего украинского. Это УАСПА, ДАСПА. Это даже часть того теневого бизнеса, который у нас процветает. Был скандал где-то год назад или два года назад, когда несколько десятков миллионов поступивших на счета УАДАСПА, они куда-то ушли в какой-то банк, который сразу же обанкротился. И с нескольких миллионов авторам было выплачено около 60 тысяч гривен. Можете себе представить, какие там деньги крутятся. Так все-таки, по какому принципу распределяются миллионы гривен сбора? Ответ на этот вопрос мы попытались выяснить у организации посредников. Но все от комментариев отказались. Госагентстве по авторским смежным правам тоже разводят руками. Говорят, подобный сбор существует во всем мире. Но такой непрозрачности, как в Украине, нет нигде. На наши обращения мы получаем, в эти организации там наши права есть, отписки и никакой информации нам они не дают. То есть, я так понимаю, в основной своей массе это такие черные ящики, и задача которых как-то деньги туда заманить, а что с ними дальше происходит, я прокомментировать не могу. Авторов, владельцев фонограмм просто ограбят. Вот и все. В РАЗИ, как нам стало известно, уже зарегистрирован законопроект о роялти. Он предусматривает, что распределять деньги от сбора завоза звукозаписывающих устройств вводит одна организация, Госагентство по авторским правам. Там обещают автоматизировать этот процесс, чтобы все могли увидеть, сколько денег платят импортеры и сколько из них получают украинские авторы. Ирина Романова, Вячеслав Ролов, подробности, Телеканал Интер. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из несовершеннолетних участников вчерашней протестной акции в Москве. Его обвиняют в противодействии полиции. Тем временем суды начали рассматривать первые админпротоколы. Всего задержанных только в столице РФ около тысячи человек. Сегодня под админарест на 15 суток отправили политика Илью Яшина. А Алексея Навального вчера вечером поместили в спецприемник на один месяц. Хаос, непонимание и полная неизвестность. Так можно охарактеризовать состояние британской политики после выборов. Под огромным вопросом судьба коалиции в парламенте и переговоров о Брекзите. Наш ТОПКОР Оксана Кунзеренко в Лондоне наблюдает за ситуацией. На Даунин-Стрит страсти наколены до предела. Идет противостояние между офисом премьера и министра иностранных дел. Ларри против Палмерстона. Кошачья борьба как нельзя лучше демонстрирует то, что сейчас происходит в британской политике. Министры собираются на совещание к премьеру, но общего языка найти не могут. Вы волнуетесь о Брекзите? Будет ли он таким, как вы хотели? Когда Тереза Мэй уйдет в поста? Отставки требуют те, кто не согласен с позицией Мэй о жестком Брекзите. Она хочет закрыть границы и для товаров, и для людей. Но теперь у премьера нет поддержки ни депутатов в парламенте, ни коллег по правительству. Соответственно, нет единой позиции перед началом переговоров. Вояж в Брюссель назначен на понедельник, а с чем ехать непонятно. Невидимая часть моей работы подготовить Великобританию к любым непредвиденным обстоятельствам. Каким бы ни был результат переговоров о выходе из ЕС, мы должны быть готовы, что по той или иной причине кто-то окажется свиней. Мы не получим соглашения и будем вынуждены сотрудничать на условиях ВТО. Кроме того, приходится торговаться с ДЮП, партией северлоирландских ультраправых, которые не признают аборты, гейбраки и изменения климата. Лидер партии Орлин Фостер сегодня в Лондоне ждет от премьера выгодных условий партнерства. Нас ждет светлое будущее, очень светлое. Настоящее же пока весьма туманно. Даже при условии объединения с ДЮП у консерваторов очень шаткое большинство, и любой законопроект рискует быть заблокированным. Подвешенное состояние в политике тянет за собой экономику. Функ стерлингов как обвалился в день выборов, так до сих пор остается в яме. По отношению к доллару он упал на 2%, что, конечно, плохо для британцев, но хорошо для туристов. В разгар сезона у обменников выстраиваются очереди. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Как перуанские шаманы пытались помирить мировых лидеров, и какой паспорт есть только у троих человек. Об этом в нашем международном обзоре. Французский спайдермен без страховки покорил 140-метровый небоскреб в Барселоне. Из специального снаряжения на нем были только горные ботинки и тальк. Снизу на скалолаза смотрела восхищенная публика, а сверху ждали полицейские. Ведь Робер штурмовал небоскреб без разрешения властей. Ранее 55-летний альпинист покорил без страховки около сотни известных объектов. Среди них мост Золотые ворота в Сан-Франциско, Эйфелева башня в Париже и Эмпальсест Билдинг в Нью-Йорке. Мир для всего мира пытались наколдовать шаманы в Перу. Специальный ритуал они символически провели возле главной достопримечательности Лимы – статуи Христа. В ярких одеяниях и с перьями на голове волхвы играли на трубе и били в бубны, взывая к небесам. Особые заклинания колдуны произносили над портретами американского президента Дональда Трампа и севернокорейского лидера Ким Чен Ына. А изображения главы Венесуэлы Николаса Мадуро и вовсе били палкой, чтобы положить конец кризису в стране. Самым редким в мире паспортом признали удостоверение личности Мальтийского ордена. Сейчас этот документ есть только у трех человек в мире – великого магистра ордена Римской католической церкви, великого командора, а также великого канцлера. Согласно международному праву, Мальтийский орден – государствоподобное образование. Этот паспорт не признают многие страны мира, среди них в частности США, Великобритания и Нидерланды. 20-тысячный пчелиный рой захватил машину британки. Жительница города Галл получила от своей соседки сообщение с устрашающим фото, где тысячи пчел облепили лобовое скло ее автомобиля. Женщина поспешила на стоянку и позвала на помощь пчеловодов. Почему среди всех автомобилей насекомым так полюбился именно этот – непонятно. После тщательной обработки специалистам удалось выкурить пчел. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вечера и до встречи.